День разворотов День разворотов День разворотов День разворотов День разворотов В общем об этом будем говорить Еще раз В качестве И предупреждения Про филактики Собираемся устроить Такой подробный разговор О том Как можно себя вести Или от чего-то Стоит воздержаться В общем все подробности Во втором часе Ну и тема первого часа Снова у нас Предвыборные Выборы в сентябрь. Полтора месяца, да, практически. Ну, полтора месяца, да, остается до сентябрьских выборов. Еще раз напоминаем, что выбираем мы в областном центре в этом году депутатов Кировской городской думы седьмого созыва, а также губернатора Кировской области. И чем ближе к выборам, у многих, наверное, возникает вопрос. А где? Вообще, а кто? А что происходит? А кто? Вот мы, как сотрудники СМИ, мы перелопачиваем, да, по ходу своей работы огромное количество информации, и мы с тобой тоже в этом году можем отметить вот некий спад информационной активности кандидатов. Да, мы знаем, кто баллотируется, там списки уже были озвучены, да. А что там происходит? Как людей призывают поучаствовать, проголосовать за того или иного кандидата? Вот нам совершенно непонятно в этом году. Нет, безусловно, активность, она есть, она присутствует в первую очередь в социальных сетях, да. Ты следишь за страничками каких-то там вот кандидатов, ну или, по крайней мере, известных людей, которые сейчас занимают должности. Ну и вот я посмотрел несколько личных страничек, кандидатов, и у многих, ну вот как под копирку, такие типовые сообщения. Сегодня прошла встреча там-то, было обсуждено то-то, там вопросы капитального ремонта, благоустройство дворов, внутри дворовых проездов, спортивных площадок и так далее. Вот, например, одна из кандидатов, я не называю, потому что мы не занимаемся агитацией, она напрямую обращается к своим подписчикам и пишет, «Люди, мне нужны ваши подписи, если вы согласны за меня подписи отдать, то я к вам лично приеду». Понятно, познакомимся, если вы готовы. Вот, а что касается пространства за вот этими социальными сетями, то действительно затишье некое. Ну, вообще это странно, потому что полтора месяца до выборов, мне кажется, что это не только в минус играет там каждой конкретной партии или каждому кандидату, но в минус играет самим выбором с точки зрения явки, интереса к ним. И так на муниципальных выборах обычно не очень высокая явка, вот, а тут еще и вот это подогревает, в кавычках, да, интерес. Роман Данилин к нам присоединяется, генеральный директор группы компании Инмедиа. Роман, добрый день. Добрый день. У вас в телеграм-канале мы как раз увидели пост. Ну, отталкиваемся, да, от этого яркого комментария, да. Потому что оппозиция в Кирове как будто умерла полтора месяца до выборов, никто особо о себе не рассказывает, практически нет никакой наглядной агитации. Это нормально или это ненормальная ситуация? И на чем, собственно, на основе чего сделаны эти умозаключения, эти выводы, да? Я считаю, что ситуация абсолютно ненормальная. И как бы про это говорил прямо, и не скрывая этого, я не являюсь сторонником Единой России. Никогда не голосовал за эту партию и не буду голосовать. И я выступал всегда и буду выступать за то, что выборы должны быть яркие, активные, конкурентные, чтобы все партии реально на практике боролись за результат, за мандаты в данном случае городской думы. И мне искренне обидно и как кировчанину, и как медиа-менеджеру, что в этом году такая пресная кампания, неконкурентная кампания проходит. Абсолютно все оппозиционные партии сегодня не участвуют в кампании в полном объеме. Наружной рекламы нет. Вы ездите по городу, и наши радиослушатели как бы ездят ежедневно по городу. Плакатов нет, баннеров нет, в СМИ продвижения нет, в СММ-поле, в социальных сетях продвижения нет. То есть полностью кампания отсутствует. И это, конечно, очень печально. А можно было предположить, что будет так? Вот, не знаю, на примере прошлогодних выборов в законодательное собрание мы видели яркие кампании. Ну, самая сильная кампания, самая денежная, самая яркая – это самая кампания в Госдуму. Конечно, я предполагал и понимал, что в Гордуму уровень будет принципиально ниже, но не настолько ниже. То есть я в любом случае думал, что будет какая-то борьба, но ее сегодня практически нет. Сегодня говорит о себе только Единая Россия в плане всех своих действий, да, и информационных поводов у них на самом деле много. Но, повторюсь, я не являюсь сторонником этой партии. И меня очень ситуация удручает. Роман, а это может быть связано с тем, что, ну, вообще, как бы сейчас сложно с деньгами, наверное, у всех. Да, что, возможно, причинами-то является такой... Безкактивность. Анна, ведь вопрос-то ведь в том, что, конечно, сложно с деньгами, но ведь задача лидеров региональных отделений, держателей партии, эти деньги найти и собрать перед выборами, а не просто их потратить, когда тебе сверху, да, там это припадает, как в ситуации там с прошлой кампанией. Ну, надо, ребят, готовиться к выборам, надо собирать финансовый ресурс, организовывать финансовый ресурс, работать с ресурсными людьми для того, чтобы эти деньги были. Я даже больше скажу, во многих политических партиях оппозиционных есть ресурсные кандидаты, есть ресурсные держатели этих партий. Куда уходят деньги, я не понимаю. Ведь по моей информации деньги в партии заходят, а вот куда они выходят, я как бы, я это не вижу. Возможно, это все уходит на зарплаты технологических штабов. Ага, политтехнологов. Но, опять же, с другой стороны, где результаты их работы? Где результаты этих партий? А вообще, может быть, задаться... Как я написал недавно, где деньги, Зина? По моей информации деньги заходят в партии. А вообще этим, вот если задаться таким, повернуть ситуацию с другой стороны, немножко абсурдным вопросом, а вообще, в принципе, зачем эта вот предвыборная кампания? Мы начали с того, что Роман сказал, что не является сторонником. И вряд ли его какая-то предвыборная агитация может убедить в обратном. То есть, если человек заранее решил, что он не будет отдавать свой голос за представителя вот этой конкретной политической силы, он и не будет этого делать. То есть, он уже определился, в принципе. Владимир, Владимир, все просто. Все просто. Мы в том числе, каждый из нас, так сказать, подвержен информационному влиянию. Вот в текущей ситуации, да, как бы, я, честно говоря, не знаю, за кого голосовать. И я задумываюсь, я задумываюсь искренне на предмет проголосовать в первый раз в своей жизни на этих выборах за Единую Россию. Ну, потому что, вот даже с точки зрения активности, даже с точки зрения продвижения интересов, публикации программ, с точки зрения людей, которые отвечают за кампании. Последние годы я голосовал, ну, скрывать не буду, наверное, за справедливую Россию, потому что многие люди, я к ним хорошо отношусь, включая лидера фракции справедливой России, Дмитрия Русских, в законодательном собрании, мне импонирует. Но, с точки зрения работы сегодня, рекотделений, с точки зрения заявлений федеральных лидеров этих оппозиционных партий, я полностью разочарован. Поэтому, конечно, нужна кампания. Нужна кампания. А как? Роман, а отсутствие вот этой вот агитации, вообще движухи какой-то, так называемой, да, перед выборами за полтора месяца, вот на обычных людей как это влияет, и как это, возможно, скажется на явке? То есть это взаимосвязанные вещи? Это влияет очень плохо. Если нет интересов к выборам, если партии о себе не говорят, если партии о себе не заявляют и будут это делать за 2-3 недели до выборов, конечно, мы будем сушить явку. И сушение явки выгодно не только власти, но, похоже, выгодно и оппозиции, которая всегда говорила о том, что население Киевской области должно прийти на выборы. Но то, что сегодня делают оппозиционные партии, они делают все для того, чтобы явка была минимальная. И делают все для того, чтобы оппозиционные партии сегодня взяли минимум голосов на выборах. Вот, то есть... Какая-то странная у них цель. 2-3 недели прозвучало, да? У меня такое ощущение, что Единая Россия заплатила сегодня лидерам рек отделений. Чтобы они нос не высовывали. Не, ну это, слушайте, это какое-то очень фантастическое предположение вообще. Не знаю. Понятно, что я утрирую, но это выглядит именно так. Мне напоминает ситуацию из фильма «Брат 2». Что ты будешь делать? Куплю всех, да? И меня. Да, подождите, подождите. А вот вопрос тогда. А может быть просто, ну не знаю, бытует мнение такое часто перед выборами, что все давно решено, от нас ничего не зависит. Но это, собственно, как бы и люди так говорят, кто избирателем является, да? Что там от моего голоса зависит, я на выбор не пойду. Вот. Так и представители там той или иной политической силы тоже иногда это говорят. Все решено. Смысл какой бороться? Анна, с одной стороны, согласен. С другой стороны, я знаю лидеров региональных отделений, лидеров фракций. Я к ним очень хорошо отношусь. И лично, и по-товарищески. К Владимиру Костину, и к Дмитрию Русских, и к Сергею Мамайову. Я его адекватно отношусь. Я знаю, что эти люди бойцы. Я знаю, что эти люди умеют побеждать. Я знаю, что эти люди умеют показывать результат. Костин это сделал на компании в Гурдуму пять лет назад. Русских это сделал на компании в законодательное собрание год назад. Я знаю, что эти люди могут и умеют. И мне тем более обидно, что в этой компании они таким образом проводят стратегию, значит, свою стратегию, что мы получим такой результат. А поезд ушел уже? Или вот если сейчас, например, условно в течение недели, двух... Он уходит. Он уходит. У них есть возможность сесть в последний вагон. Вот, Роман, вы сказали, что допускаете, что за три недели до даты X начнется некая движуха, посыплется, возможно, град этих заявлений, предвыборных концепций, каких-то обещаний и так далее. Это поздно? Ну, возможно, да. Возможно, опять же, мы предполагаем. Владимир, тот же вопрос, вот вы правильно спрашиваете, там поздно, не поздно. Тут ведь вопрос, вот опять же, к стратегии. Почему справедливая Россия на прошлых выборах показала блестящий результат? Ребята начали входить в компанию, продвигаться, разрабатывать... Опять же, была стратегия, да, стратегия была. С февраля месяца, с февраля-марта 2021 года. То есть за полгода, получается. Они полностью уже вошли в компанию. И, значит, присутствие в СМИ, работа в социальных сетях, мероприятия, проекты, акции. Справедливая Россия была везде. И это было не за две недели до выборов, не за три недели до выборов. Это было с февраля, за полгода до выборов. Отсюда такой фантастический результат. И они все сделали правильно. А сейчас во всем городе я увидел только один плакат справедливой России в районе травм-марницы. Все, о чем мы говорим. Да, и это вдвойне или, не знаю, втройне странно выглядит еще вот в каком свете. Да, мы прекрасно помним, как оппозиция несколько месяцев назад качала, что называется, тему о выборах главы города. А, прямые выборы. Да, прямые выборы главы города. Да, и вот поддерживать бы эту тему, пытаться, что называется, вот в этой волне выехать на ней. Владимир, я больше скажу, не только всенародные выборы мэра. Я писал год назад, и как бы не отказываюсь от своих слов. Вот, например, на примере справедливой России. Карт-бланш после той кампании в Госдуму, в законодательное собрание у партии, потрясающий. То есть, был, и он еще остается, да, в каком-то объеме. У ЛДПР Карт-бланш очень хороший, зная там личность Костина, зная там команду одномандатников сильных, значит, у либерал-демократов. Берите, делайте, доводите до результата, вкладывайтесь. Сейчас самый важный период, самые серьезные дни, да, идут. Ничего не делают. Ну, увы, мы не можем заставить. Ну, мы спросим сейчас. Роману Данилину, спасибо большое за его комментарии, мы с ним прощаемся. Сейчас просто будем набирать тогда представителей разных политических партий. Не знаю, попробуем начать со справедливой России. Вот у Дмитрия Русских спросим, что же все-таки является причиной такого затишья. Повторюсь, все эти-то нам говорят о том, что такая местечковая работа, она проводится. Встречи с жителями, пусть там немного человек придет, но так или иначе кандидаты встречаются, обсуждают там насущные вопросы. На их взгляд, может быть, на это ставка сделана, с другой стороны. На личный контакт. Да, на личный контакт, на живое общение, как пишут кандидаты. Пусть это не будет в каком-то широком информационном пространстве, не будет больших билбордов и плакатов по городу. Но вот конкретные встречи. В своем округе, да? Да, тем более за последнее время многие кандидаты набрали огромное количество подписчиков в социальных сетях. И так или иначе информация расходится, может быть, действительно сделана на такое диджитал-общение, что называется, в виртуальном пространстве. Дмитрий Русских к нам присоединяется, руководитель фракции «Справедливая Россия за правду» в законодательном собрании Кировской области. Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Добрый день всем ведущим и кировчанам. Давно не были в эфире. Здравствуйте. Дмитрий Михайлович, мы задаемся вопросом, почему предвыборная кампания в этом году, по мнению многих специалистов, проходит вяло, тускло, нет борьбы, нет сражений, нет дискуссии, столкновений. Вот всего этого многообразия предвыборной ситуации. Или это не так? Просто понимаете, на самом деле сейчас очень сложно об этом сказать. Вообще, на самом деле, муниципальные выборы, они всегда проходят гораздо спокойнее, чем, допустим, выборы в законодательном собрании Государственной Думы Российской Федерации, что было в 2021 году. Во-первых, накал другой. Во-вторых, что сейчас немаловажно, разные бюджеты. Да, потому что мы должны сами понимать, что любая выборная кампания – это бюджет. Да, и для того, чтобы все сверкало и блестело и печаталось и рисовалось, на это нужны деньги. И, в принципе, деньги по сегодняшним там, как бы, цифрам довольно-таки большие. Значит, плюс, наверное, как бы, вот вы говорите, там, военные действия, сражения, мне кажется, они уже у нас присутствуют в нашей жизни. И тем более после ковида уже сегодня все кажется, что как-то все тихо и мирно и, в общем-то, без интересов. Я хочу сказать, что, наверное, все впереди, и потому что еще некоторые партии и кандидаты не зарегистрировались, значит, они не могут ввести полную агитацию. Да, то я думаю, что вот все, что вы хотите увидеть и услышать, и кто-то там говорит, что все там слили куда-то, все пропали. Я думаю, что вот с 1 августа… Я думаю, что это город Киров, это полмиллионный город, это всегда вызывает большой интерес у кировчан, именно кандидаты, которые идут. И я уверенно скажу, что в этот раз ситуация будет совершенно ничем не отличаться от выборов, которые были в сентябре. По крайней мере, в законодательном собрании, потому что я уже вижу, что многие кандидаты уже ходят по городу, я вижу, что они встречаются, они как бы пытаются найти какой-то контакт с избирателем, и партий в этом году много, кандидатов тоже много. В общем-то, я думаю, что все самое интересное, оно впереди, и я бы так рано не заявлял. Не хоронил вы оппозицию, да? Ну да, не надо хоронить вообще оппозицию, хотя на самом деле, как у нас живет оппозиция, она давно была умереть, но несмотря ни на что, не благодаря, а вопреки, она живет, работает, и в данном случае нельзя сегодня от оппозиции требовать то, что как бы невозможно само по себе быть, потому что есть очень много ограничений и по финансам, и по запретам, и, ну, что вам рассказывать, вы все прекрасно понимаете, что сегодня идти кандидатам от оппозиции, это совершенно другая история, чем идти кандидатам от партии власти. Это у них все гладко, это у них все хорошо, здесь работает административный ресурс, все бюджетники и все-все-все прочее. У нас сегодня, как бы, посмотрите, партию курирует первый зам правительства Кировской области в городской думе, это Дмитрий Александрович Курдюмов, да, вот уровень там, да, то в данном случае, ну, как бы, представляете, как бы, как власть со всеми упорством и желанием и силой, со всем административным ресурсом, такая целая машина, которая катится на оппозицию, а оппозиция еще до сих пор жива и испытается... И отбивается. И отбивается, и побеждает, и с людьми контакт находит, потому что я считаю, эти люди, которые сегодня будут от оппозиции, вот так, от настоящей оппозиции, да, не от искусственных, и, ну, это смелые люди, на самом деле. Дмитрий Михайлович. Да, смелые, смелые, потому что уже есть угрозы по нашим кандидатам даже. В смысле, какие угрозы, простите, простите, какие угрозы, ну, в смысле... Ну, в каком смысле, угрозы там, как бы, пытаются сегодня как-то давить, сказать, что там, будут у тебя проблемы с бизнесом, а зачем тебе это надо, ты понимаешь, куда ты связываешься, ну, какие-то такие вещи чисто психологические. Ага, давление такое получается, да? Ага, давление, да. Понятно, что, вот, допустим, по Справедливой России, там, 70% кандидатов, это новые люди, это общественники, это предприниматели, это совершенно новые лица. Новые лица, да. Да, и понятно, что для них вот совершенно непонятно, они же шли совершенно другими пожеланиями, да, они реально хотят что-то изменить в городе, они хотят поучаствовать в выборах, а тут сразу им начинают какие-то страсти, мордасти делать. Дмитрий Михайлович, да. Это очень странная вообще история, и для меня это как бы такой нон-стоп вообще. Дмитрий Михайлович, вы несколько раз упомянули финансовый, денежный вопрос, из чего я делаю вывод, что он, наверное, на одном из первых мест стоит, да. Просто многие люди, избиратели обычно, они не понимают, а как связаны напрямую деньги и выборы, что там конкретно-то подорожало. Печать? Куда деньги пропали? Давайте вообще начнем с того, что любая выборная кампания, это бюджет, да, потому что нужно очень много всего напечатать. Агитация, поездки, встречи, безусловно. Агитация, поездки, встречи, помощники, штаб должен работать, значит, в газетах нужно баннеры вешать, на автобусы, везде. Ну, как бы это нормальная вообще сама по себе программа, когда выборы, это становится какой-то определенный праздник, да, когда ты везде про себя пишешь, партии все висят там на баннерах, значит, по радио говорят про партии, про кандидатов. Это такая, знаете, как Олимпиада, это спортивное вообще мероприятие, это вот у нас все передернули. Вообще, что такое выборы? Это соревновательный процесс, где участвуют различные партии, различные люди, и должен побеждать сильнейшим. Да, ну, для того, чтобы стать сильнейшим, это, знаете, как, вот ты, допустим, бежишь, вышел на кросс-нации, ты бежишь в кедах, а соседний спортсмен бежит в хороших красотках, там, допустим, компании Nike или там Reebok. И то даже ощущение того, что ты бежишь в кедах, он бежит в красотках, оно совершенно разное. Потому что бежать в хороших красотках, в беговых, гораздо комфортнее и эффективнее, чем бежать в обычных кедах. А если еще костюмчик там хороший, да, удобный. Да, да, то здесь, на самом деле, очень важную роль играет, потому что все это стоит денег. Там даже сделать календари кандидату, даже газету про себя напечатать, что он за парень и для чего он вообще пошел на выборы. Это все, как бы, плюс, мы же сегодня говорим, что у нас уже половина мандатов по партийным спискам. То надо снова, как бы, о партии заявить, от какой он выдвигается, рассказать про партию, чем она занимается. Это, на самом деле, довольно-таки, ну, приличные деньги по сегодняшний день. Мы же знаем, что, как бы, вот, избиратель с этим не сталкивается. На всех встречах мы там замечаем, что избиратель говорит, а вы можете там сделать подъезд, а может быть, вы там нам крышу почините. Вот, понимаете, вот, как бы, даже это недопустимая вещь, потому что это подкуп. Но даже если это можно было делать, это все стоит денег. А 80% кандидатов, они совершенно обычные люди. Они не олигархи, они не, там, не какие-то, там, работают в крупных компаниях или, там, что-то прочее. Это люди, в основном, самые обычные, у которых такая же заработная плата, как у среднего кировщани. Но у него есть большое желание что-то в жизни поменять. И по системе, если не ты, то кто? Вот у нас как раз ребята идут, те, которые говорят, что... Их все спрашивают, а тебе зачем? Он долго думает, он не долго думает, говорит, но если не я, то кто пойдет? Ты пойдешь? Нет, не пойдешь. А ты пойдешь? Нет, не пойду. Ну, понимаете, кто получается самый активный и самый смелый. Прям лозунг ВДВ взяли на вооружение. Кто, если не мы? ВДВ? Ну, конечно, да, да, если не ты, то, ну, нет, а сегодня так и должно быть. Мы сегодня с вами точно понимаем, вот у тебя уже третий созыв, да, там реально как на войне. Ты ходишь на каждое собрание, ты постоянно что-то защищаешь и что-то, как бы... С кем-то борешься. Да, ты с чем-то борешься, хотя вроде и бороться-то нечем, и так все понятно, да, что мы все хотим сделать, чтобы, там, кировщане жили лучше. Но это однозначно борьба. Дмитрий Михайлович, да, позвольте, перебью, вывод делаю. Просто, видимо, денег меньше не стало, просто жизнь подорожала, да, и поэтому стало труднее. Нет, знаете как, это же муниципальные выборы. Тут все равно, как бы, деньги, все равно их гораздо меньше у партий, потому что федеральный центр, ну, у каждой федеральной партии есть федеральный центр, да. Они на Государственную Думу и на выборы в ЗАГС собраниях деньги какие-то хотя бы выделяют. На муниципальные выборы оппозиционным партиям, я не знаю про Единую Россию, там, к счастью, ни разу не было, значит, это как его, то это совершенно уже практически все остается на ответственности регионального отделения. На плечах местных. Выборы, выборы не интересны федеральному центру. Понятно, понятно, хотя должно быть наоборот. Должно быть наоборот, я тоже согласен, потому что муниципальные выборы, это самые близкие выборы вообще к избирателям. Но в данном случае здесь все точности наоборот, и, конечно, у оппозиции возникают всегда проблемы на муниципальных выборах для того, чтобы именно этот бюджет собрать, найти и привлечь, или спонсоров, или еще не знаю кого, интересантов. Да, Дмитрий Михайлович, спасибо. В общем, мы поняли, после 1 августа ожидать какой-то более заметной активности. Я надеюсь, что оппозиция не умерла и в ближайшее время не умрет. Она будет участвовать в выборах, и я надеюсь, что она победит. Он покажет хороший результат. Спасибо, Дмитрий Русских. Отпускаем, прощаемся с ним, собираемся к следующим переходить участникам выборного процесса. Да. Наберем представителей других политических сил. Я сейчас просто на секундочку представил, если действительно такая движуха начнется 1 числа, 1 августа. Вот я живу в доме, где в плохом состоянии двор. Да, вот конкретный просто пример хочу привести. Вам его не исправят до сентября, 100% не успеют. 100% не исправят. Нет, я просто представляю сейчас, вот начнут ходить представители от одной партии, от другой партии, от третьей, от четвертой и так далее. Все, видимо, будут обещать там помочь решить вот этот вопрос. Но и другие насущные. Подъезды тоже надо ремонтировать и так далее. Кому довериться в итоге, да? Это вообще очень странно, конечно, что представители политических партий будут чинить вам двор или ремонтировать подъезды. Но ты же прекрасно понимаешь, что в предвыборный период, вот этот за несколько недель до выборов, они же депутаты начинают, ну, вернее, кандидаты активно начинают ходить и предлагать там решение вопросов. Все хорошее, что есть. Да, Владимир Костин к нам присоединяется, руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Кировской области. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. У нас сейчас Дмитрий Михайлович, ваш коллега по ОЗС, был в эфире. Он сказал, что федеральному центру муниципальные и местные выборы неинтересны. Поэтому вот это один из факторов, почему у нас довольно тускло проходит предвыборная кампания. Вы согласитесь или опровергните? Соглашусь с тем, что федеральному центру неинтересно, но такое следствие, на мой взгляд, неправильно параллель такой проводить, потому что местным кандидатам депутаты почему выборы не должны быть интересны. Они, вне зависимости от позиции федерального центра, должны быть активными. Ну тут вопрос просто о финансировании, как мы понимаем, да, то есть сверху нет возможности получить или там запросить какие-то средства на продвижение. Далеко не всегда федеральный центр обеспечивает финансирование, до конца, это финансирование можно подменить, финансирование местным, поэтому тоже прямой параллели не вижу. Как у вас с финансированием? Что вообще сейчас с финансами? Ну то есть, не, 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 на самом деле просто, почему мы не видим сейчас ни агитации какой-то такой масштабной, наглядной? Вы знаете, во-первых, не только в агитации работа политической партии выключается, да? Агитация, понятно, это некий такой пик избирательной кампании. Но если партия работала весь период, а не только последние пару месяцев до выборов, то она может рассчитывать на достойный результат. Естественно, классические формы избирательной кампании, будь то агитация, наглядная, ненаглядная, будут использованы в ближайшее время партии ЛДПР. А ближайшее время, это когда? То есть, вы вот сейчас полтора месяца, вы считаете, что преждевременно пока, да, рассказываете? Нет, не преждевременно, вот как раз мы и начнем. Ближайшее время, это ближайшие пару дней. Ближайшие пару дней. А можно узнать, что это будет? Насколько будет жарко, непредсказуемо. На то и в агитация, чтобы ее видеть. Вы ее обязательно увидите. Это наглядное будет что-то, да? В том числе, конечно. Понятно. Наши кандидаты уже давно проводят встречи с избирателями. И, конечно, это не баннер, который видно, каждый день проезжая возле какого-то здания. Но работа идет свою, может быть, просто не так видно. Вот, Владимир, еще один такой интересный момент. Да, я понимаю, что это одна из основных ставок на личное общение с избирателями, встречи, обсуждение насочных вопросов. Но этим занимаются все партии. Не вводит ли это в заблуждение людей, избирателей? Ходят и ходят. Кому довериться, да. Кому отдать свой голос в итоге. И те, и другие общаются. И вроде нормальные мужики и женщины, да, как принято говорить. При этом все и другие вывешивают какие-то свои агитационные баннеры, те и другие выпускают какие-то газеты. То есть, если избирателю понятен кандидат, понятна партия, близка партия, то он проголосует. И, конечно, нужно расшифровать свою программу, рассказать то, с чем идет тот или иной кандидат или группа кандидатов. Все это нужно делать. Но это можно делать как на встречах, так, выпуском газет. К сожалению или к счастью, особо новых форм в части предвыборной кампании не изобретено пока. Ну, это правда, да. Ждем. Два дня, говорит Владимир Костин. Через два дня вы все увидите. Спасибо большое. Владимир Костин, руководитель... Через пару дней. Через пару дней, да. Некая информационная будет у нас бомба. Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Кировской области Владимир Костин с нами был на связи. Убегаем на рекламу, вернемся и продолжим. Выборы и агитации. Почему в этом году ее почти не видно? Когда мы можем наблюдать вообще некую движуху со стороны политических партий? Об этом сегодня говорим. Присоединяется очередной участник нашей дискуссии Олег Голиков, руководитель регионального отделения партии «Новые люди». Олег, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, мы тут общаемся с вашими коллегами из других партий, которые собираются участвовать в выборах в Кирове и области в сентябре этого года. Вот у нас уже есть тут заявление в прямом эфире о том, что некое давление испытывают кандидаты определенные. От оппозиции. Да, от оппозиции. Мол, не ходите на выборы. Может, у вас нечто подобное что-то уже есть? Столкнулись с этой большой махиной административной? Ну, так уж сразу напрямик, да, спросим. Программу, что общались, о чем раньше я не слышал, поэтому, наверное, могут быть не в контексте. Давление на кандидатов, ну, не больше, чем обычно. Понятно. Всегда политическая борьба – это борьба в первую очередь, поэтому, конечно, у всех есть определенные интересы в политике. Все идут и работают со своими избирателями, которые доверяют мне свои голоса. Поэтому, наверное, в этом плане было бы странно, если бы не было какой-то борьбы и какого-то давления. Все-таки каждый идет вперед, и каждый что-то в своем виде. Я думаю, что это нормально, главное, чтобы это не выходило за какие-то административные рамки. Олег, вы ставку на какие методы борьбы сейчас делаете, что проводите, встречи с избирателями, в какие формы агитации задействованы сейчас? Ну, смотрите, у нас позиция такая, что мы всегда ведем борьбу конструктивную. Мы не за то, чтобы доставать грязное белье, рыться в этом, на кого-то что-то накатывать и так далее. Мы за то, чтобы действительно критиковать за реальные проблемы и предлагать конкретные реальные решения. Соответственно, что касается агитации, у нас сейчас выборы в Кировскую городскую думу, а, соответственно, здесь необходим прямой контакт с жителями. Это, во-первых, возможно, во-вторых, это необходимо. Потому что, поэтому, конечно, у нас сейчас проходят дворовые встречи, общаемся с жителями. Мы пишем, мы уже написали более 200 обращений в различные инстанции, начиная там от управляющих компаний, заканчивая прокуратурой по несоблюдению определенных обязательств со стороны муниципалитетов и других организаций. То есть вы проблемы какие-то помогаете людям решать? Абсолютные, конкретные, да. Наша главная задача сделать так, чтобы заработала система, чтобы не просто, как волк, ловить яйца, бегать так с корзиной, а чтобы действительно все работало так, как оно должно работать. Будете ли вы использовать еще какие-то методы агитации? Там, я не знаю, наружная реклама? Все стандартные методы агитации у нас прорабатываются, конечно. Все мы будем использовать. Ну, вы так в будущем времени говорите, просто полтора месяца до выборов. Вот мы, собственно, там с Романом Данилиным начали, которого беспокоит этой ситуацией. Он считает, что вообще поздновато уже начинать... Да и, кстати, не полтора месяца до выборов, гораздо меньше, потому что с первого сентября начинается новый учебный год, и там как бы приоритеты немножко поменяются. Там вообще не до выборов людям будет в этот момент, да. Не поздновато. Да, ну, смотрите, такой яркой агитации, как мы видели в прошлом году на выборах в Государственную Думу, разумеется, не будет. Да, она и не нужна, на самом деле. Действительно, лучше всего общаться напрямую, искать настоящие реальные проблемы. Здесь не нужно там красивых громких лозунгов о том, что там изменим мир к лучшему и все остальное. Кандидаты в Кировскую городскую Думу должны решать вопросы на земле. Это наша главная задача, потому что и работать там тоже на земле. потом с людьми. Поэтому здесь нет ничего такого, потому что никакая из партий не начала активную агитацию, на мой личный взгляд. Я думаю, мы еще увидим от всех партий определенный старт определенную агитационную кампанию. Но, возможно, здесь действительно нужно познакомиться со всеми, понять, что и как работает, что и как не работает, и начать уже действовать в том направлении, чтобы все это привести в порядок. Понятно. В общем, вы больше за личный контакт, я так понимаю. Разумеет. Я был на встрече в городской думе, когда принимал решение о том, что будет ли у нас только одномандатники, или у нас будет смешанная система. И тогда очень много людей высказалось за то, что люди хотят видеть, не какие-то наименования бренды партии, они хотят видеть конкретных людей. Мы это услышали, мы это приняли, и решили действовать в этой стратегии. Понятно. Спасибо, Олег Коликов, руководитель рекотделения партии «Новые люди» с нами на связи был. Попробуем еще успеем, надеюсь, коммунистов набрать. Да, Сергей Мамаев, первый секретарь Кировского обкома КПРФ, руководителя фракции соответствующих партий в ЗАГСобрании Кировской области. Ты знаешь, они меня сейчас осенило. Действительно, а зачем широкоинформационная кампания? Зачем белоборды, телесюжеты, радиосюжеты, там, концепция в печатных СМИ, предвыборные и так далее? Ты помнишь, ну, вот при существующих условиях, да, ты помнишь, в условиях низкой явки, ну, низкой, да, ведь можно ее называть, с каким результатом побеждают кандидаты в городскую думу? Тысяча человек, две тысячи человек. Но это если мы про одномандатников говорим, да? И выходят, собственно, да, люди в рамках города полумиллионник, это достаточно ведь немного. И, может быть, действительно лучше заручиться поддержкой в рамках этих встреч местечковых с конкретными жителями. И вот эта тысяча человек придет, проголосует, и они, собственно, станут народными избранниками в рамках городского парламента. Понятная идея тебе, да? Да, я понимаю. Лучше работа на земле, она дает самый большой выхлоп. Самый большой выхлоп в итоге. Не надо десятки тысяч голосов у нас завоевать, для того, чтобы пробиться в парламентарии городские. Сергей Мамайев к нам присоединяется. А пока не присоединяется, видимо, еще будем. Сбросился звонок, давайте попробуем еще набрать. У нас есть еще шесть минут. Я думаю, что мы у Сергея Павлиновича самые основные какие-то тезисы успеем спросить. Успеем выяснить, да. Да, остается у нас совсем немного времени. Ну, кстати, возвращаясь к вопросу, вот эта активная предвыборная агитация, которая, если сейчас она и начнется в августе, она изменит как-то вот твои лично приоритеты? Я думаю, что нет. Вот и я, если тебе думаю. Но я еще раз как бы, я считаю, что вот то, что нет наружной агитации какой-то, напоминание о том, что у нас будут выборы, это очень плохо сказывается на явке. Не знаю, почему. Вот у меня есть ощущение, что это взаимосвязанные вещи. То есть ты считаешь, что где-то человек, проезжая, проходя, он мельком хотя бы заметит это? Да, заметит и вспомнит о том, что будут в сентябре выборы. В это время не надо уезжать куда-то из города за грибами там еще куда-то. Ну, два дня же в этом году можно успеть проголосовать. Сергей Мамаев к нам присоединяется, первый секретарь Кировского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ, Законодательном собрании Кировской области. Сергей Павлинович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. К сожалению, не очень много времени у нас осталось, поэтому там вот самые такие основные вещи. Вы в своей работе сейчас используете какие методы взаимодействия с потенциальными вашими избирателями? Личные встречи? Будете ли вы использовать что-то, там, я не знаю, наружку какую-то, наружную рекламу имею в виду, да? Безусловно, мы это все планируем и сделаем. И личные встречи, и, как говорится, наружную рекламу. Да, Сергей Павлинович, а не поздно в будущем времени об этом говорить? Мы это все планируем и сделаем. Нет, нет, не поздно. Почему? Потому что только мы завтра регистрируемся, и чтобы, согласно закону, мы приступаем к агитации немедленно, буквально с четверга уже вопросы, в общем-то, эти будут закрыты. Сергей Павлинович, где будете ловить кавычках своих избирателей, конец, лето, урожай поспевает и так далее? И в помещениях, и... В садоводческих товариществах. Возможность такая будет. А какие методы-то вы будете использовать? Что будет? Какие методы? Личные встречи, видимо, да, в первую очередь? Да, личные встречи будем использовать. Не только личные встречи, но и то, что запланировано сегодня, в общем-то, обл. Сбиркома, мы... Гор. Сбиркома, мы будем использовать эфирное время и так далее. Хотя там не так много его отведено, но это будем использовать. Так. Наружная реклама будет ли какая-то от вас? Наружную рекламу тоже самым будем использовать. Будем использовать определенные, так сказать, пока не опробированные приемы, те, которые, в общем-то, не нарушают закон, и мы это будем делать. Это что же это? Ну, как будем делать? Вот после 27-го завтра зарегистрируемся и, в общем-то, начинаем активно, приступим к работе. А мы-то уж было подумали, что все, жить нам... Нет, нет, нет. В этом не очень бурлящем потоке до конца, собственно, кампании, до самих выборов. Да. А гидмобиль, возможно, я помню, КПРФ использовал... Безусловно. Безусловно. В областном центре эту штуку, да. А с какими... Вставай, страна огромная, вставай на определенные, так сказать, мероприятия. На выборы вставай, да. Не уезжай в твое время за губами. Конечно. Сергей Павлиныч, коротко, возможно, есть какие-то препятствия, проблемы, с которыми уже сейчас сталкиваются кандидаты? Ну, пока мы не видим препятствий, проблем. Единственное, что одна проблема. На ГТРК сегодня, к примеру, используется государственное средство на одного кандидата. К примеру, вот если взять губернаторские выборы, если взять городские, это пока тишина в эфире. Понятно. В отношении городских выборов. Это очень плохо. Тут надо сегодня и разворачиваться область Виркому и горы Виркому. То есть нет никакой рекламы, что у нас завтра будут выборы. Понимаете? Это тоже они сегодня спят. Вот. Активность. Они решили, с моей точки зрения, сушить явку. Но я думаю, что и у них не получится. Да, Сергей Павлиныч, ну тут и вы им помогаете, получается, да, тем, что... Безусловно, будем помогать. Нет, получается, что вы тоже сушите явку. Я про это... Это повод для нового лозунга КПРФ. Не дадим сушить явку. Раз нет яркой... Да, не дадим сушить явку. Совершенно верно. В яркой кампании, то вот получается, что большая часть жителей Кирова, наверное, и забудет про эти выборы. Вот Владимир говорит, учебный год стартует. Нет, нет, нет. Сегодня другая ситуация, и надо это... Недооценивать ее нельзя. Ситуация идет, спецоперация идет, идут различные, так сказать, моменты, те, которые сегодня связаны с каждым, по сути дела, с каждой семьей. Вот, поэтому тут, знаете, это... Есть такое выражение, как говорится, военный приемен. Тишина, она бывает очень опасной. Понятно, понятно. В общем... Ковид снова голову поднимается. Да, да, да. Да, 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 да. Не знаю, мне кажется, на пользу... Так что у нас настроение оптимистическое, мы пойдем в бой. Вы пойдете в бой. Понятно. Отпускаем Сергея Мамаева. В бой. Да, в бой. Первый секретарь Кировского ОКОМа КПРФ, руководитель фракции КПРФ ЗАГС Собраний. С нами был на связи. Ну вот, я не знаю, может быть, мы в некотором смысле развеяли тот пессимизм, с которого начали. Ну, хотя бы минимум, Аня. Хотя бы минимум, что мы сделали за последние 45 минут, мы хотя бы еще раз напомнили, что будут выборы. Да, 10 и 11 сентября. И выбирать мы в Кирове будем не судить строго. Кировской городской думы, но и губернатора будем выбирать на территории всей области. Первый час завершаем. Во втором часе встретимся с представителями отряда «Лиза-Алерт».